я приветствую вас дорогие братья и сестры я хочу сказать что то что мы уже слышали это очень важная тема для нас верующих вот в третьей главе второго послания тимофею там написано что в последние времена какие будут люди там самолюбивые выстребролюбивые и там есть такая категория непримирительны непримирительны вот бывает огонь этот горит такое непримирение вот брат говорила я сразу вспомнил на одном из республиканских совещаний казахстанского братства с москвы приехал представитель всех б фадюхин сергей петрович по журналам наверное его слышали я застал уже его в глубокой старости слышал так и даже есть фотография мы там в группой сфотографированы и он говорил на эту тему и привел такой интересный пример который был у них в санкт-петербурге он был в ташкенте пресвитером потом его перели в санкт-петербург и там он закончил свое служение братья которые с ним близко соприкасались дают очень хорошую о нем характеристику и вот он рассказал в нашей церкви он депресвитером случилось такое один брат обратился к нему и говорит вот помоги сергей петрович вот два брата вот с этим братом все было нормально хорошо все и вдруг однажды что-то случилось он со мной не хочет разговаривать я пытался много раз он не хочет разговаривать и так тянется целый год ягод не знаю почему я не знаю как участвовать в вечере и сергей петрович рассказывает я их оставил обоих говорю ну братья давайте в чем дело ибо обращаясь к этому который не хочет в чем дело он поворачиваться ты чё не помнишь а ну-ка вспоминай ну не помню ну скажи в чем а помнишь мы сидели у тебя на вечере ты пригласил несколько братьев мы пили чай ну помню ты сидел рядом со мной да но в чё а я говорит когда чай дали я взял одну ложечку положил их сахара и вторую а потом полез за третий а ты туда смотрел повернулся говоришь ложи ложи у нас две ложечки ложат понимаете и он тогда ага это он наблюдал за мной он положил ложку посидел встал и ушел и год был в ссоре не хотел слушать не хотел принимать и тогда этот брат да я не видел я не знаю это просто я сказал и тогда как ну ладно прощаю только ко мне больше не приходи это братья и сестры категория непримирительных вот они носят в себе какой-то огонь это очень плохое качество друзья дорогие вот и брат привел это их братьев иосифов вот я сижу думаю но я бы наверно так не смог я на ход кулаком перед носом их помахал сказал я премьер-министр теперь вы поймете как жить со мною вы посмотрите как и уговаривают примирительность и пример всему христос на голгофе вот братья и сестры когда читаешь как над ним глумились как над ним плевали на сына божьего на бога плюют он год гос отче да прости им не знает что делает примирительность я просто полагаю на сердце брат все сказал моя тема что-то немножко по еще посложнее я предлагаю вышлось вместо священного писания евангелие от луки 17 глава с первого стиха сказал также иисус ученикам невозможно не прийти соблазном но горе тому через скоткво они приходят лучше было бы ему если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих я хочу братья и сестры сразу приковать ваше внимание категоричности заявление нашего господа он тут написано сказал ученикам то есть он говорил людям много было народу но когда мы просматриваем евангелие у иисуса христа были такие личные семейные отношения вот там он сидит на горе и приступили там его ученики даже один евангелист перечисляет кто было и горит когда это будет он говорит то есть у его порой были непосредственные отношения к своим ученикам то есть к нам верующим вот этот текст который сегодня я читаю он относится к нам верующим невозможно не прийти соблазном соблазнов это я делаю что-то такое через что и что мой брат спотыкается ну например я вам привожу пример это мне рассказал один брат это еще в казахстане это давно было в большой церкви во время преломления когда люди ну сейчас мы на машинах проскочили никто не заметил а люди тогда все шли пешком кто-то с трамвая кто-то с автобуса кто-то пешком по пять по шесть километров и тянутся а в это время брат проповедника отца диакон идет на базар что-то покупать вечеря господни вот это братья сестры есть соблазн я помню этот брат мне сказал мы тогда его братском совете проработали поставили на замечание он стал с соблазном друзья мои дорогие соблазн я показываю плохой пример кому-то чтобы этот человек смотрел на них если ему можно если проповедник так почему я не могу поступить братья мои сестры когда мы читаем что такое соблазн нечто прельщающие влекущие соблазнитель тот кто соблазнил кого-нибудь соблазнить прельстить побудить вызвать желание у кого-нибудь соблазнится прельститься чем-нибудь склониться к чему-нибудь слова русского языка ожигово так объясняет слово соблазн кому направлены эти слова я уже сказал к ученикам книги иова написано чтобы не царствовал лицемер соблазну народа братья сестры такое же знаете аж мурашки идут соблазну лицемер это мы видим особенно братья сестры когда окружали иисуса христа весьма весьма праведные в кавычках фарисеи они говорят мы дети авраама христос год вы дети дьявола ваш отец дьявол братья это лицемеры они скрывались под тем что у них еврейская или израильская нация они дети авраама повеление слова к церкви не подавайте соблазна не иудеям не еленам не церкви божий это новый завет это мы читаем апостол павел пишет коринской церкви где особенно было много соблазна соблазн есть следствие греха посмотрите но вы уклонились от пути сего для многих послужили соблазном законе разрушили завет ливия говорит господь саваоф малахии 2 8 то есть господь обращается к своему народу вы вот это сделали вы стали соблазном вывели соблазн второе место старейщины израиля ищут слово от господа ответ сын человеческий сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим могу ли я отвечать им не могу господь не отвечает этим людям еще одно место о нечестивом иудейском царе и арами сына благочестивого и софата сказано также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей иерусалима и соблазнил иудеи вот братья сестры соблазн очень заразительные я приведу такой пример вот помните когда господь послал илию там встретились они с сахавом помните или я был скрыт три с половиной года был голод засуха не было дождя и потом встречи господь говорит или иди и покажи сахаву и я говорю собери всех людей на гору кормил и вот стоит обратите внимание весь народ находится в напряжении голод засуха кушать нечего и стоит среди них пророк илья и он тогда обращается кому вы будете служить господу или воалу обратите внимание тишина народ не отвечает вот интересно соблазн настолько свернул состояние народа божия на кривую дорогу что никто не поднял голову и не подал голоса будем служить господу никто ни один человек народ молчал вот что такое соблазн и когда или я явил силу господню когда после шума этих валовых пророков он принес жертву и возвал господу написано не спал огонь с неба пожрал все там и тогда народ закричал господь есть бог господь есть бог возвращение соблазна как дьявол автор и вдохновитель заблазна мы братья и сестры про не замечаем вот пример есть евангелие такой помните когда христос среди своих учеников говорил вот сыну человеческому ему предстоит идти в иерусалим его там оплюют его там распнут и потом подходит один из учеников очень близкий и говорит господи да не будет с тобою сего ну скажите что плохо сказал петр у него было сострадание у него было сочувствие он хотел как господи нет нет не надо не надо идти в иерусалим не надо вы посмотрите что говорит христос отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что ты думаешь не о том что божие но что человеческое петр не понимал что за его спиной стоит искуситель и диктует ему скажи скажи иисусу пусть не идет в иерусалим не надо страдать это цель дьявола он хочет остановить искупление всех человеков братья мои сестры это дьявол побуждает нас мы скажем ну там это большое дело братья сестры в наших малых делах дьявол является зачинщиком соблазна когда мы это делаем я хочу предложить вам такое место послание первое послание коринфянам восьмая глава так с восьмого стиха пища не приближает нас к богу ибо едим ли мы ничего не приобретаем не едим ли ничего не теряем берегитесь однако же чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных ибо если кто-нибудь увидит что ты имея знание сидишь за столом в капище то совесть его как немощного не расположит ли его есть и доложертвенно и от знания твоего погибнет немощный брат за которого умер христос а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их вы согрешаете против христа и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего нам немножко это непонятно у нас сейчас такого нет понятия что такое доложертвенное а в то время было у них были идолы это в коринфе он был наполнен храмами идольскими и там когда приносили жертву то вот это жертвенное принесенное в жертву мясо его порой продавали или давали так и люди приносили домой и ели как идоложертвенное и вот братья и сестры там в другом месте написано если ты будешь сидеть в капище капище это идольский храм ты имеешь свободу что пища нам ничего не дает ты молишься и свободно сидишь и кушаешь но в это время проходит немощный брат который недавно уверовал он только пришел от этого капище он приносил там эти жертвы и когда увидит тебя сидящего в капище он не соблазнится ли и не станет ли принимать эту пищу уже как жертву идолу и таким образом погибнет немощный брат поэтому Павел говорит пусть пища твоя не губит брата своего братья и сестры ну чтобы нам было понятно мы в Казахстане наверное все в странах СНГ у нас в Казахстане был один день в году поминальный люди все сли на кладбище и там ходили и поминали каждых своих близких там была тьма народа мы после приспособились мы организовывали хор проповедников выходили находили какого-то нашего брата начинали петь и люди со всех сторон сбегались мы проповедовали но что характерно православные там были священники у них есть такой обычай поминать умерших они дома готовили такую кашу ее называли кутю они вот в этой кастрюльке ложечка у них они ходят по кладбищу каждому подходит Вера помяни раба Божия Андрея своего там кого-то и каждый эту ложечку брал и тогда перед верующими стал вопрос а как нам поступать вроде от этой ложки каши ничего не случится но это помяни раба Божия братья сказали не участвуйте в этом если не можете сказать нет не ходите на кладбище чтобы не соблазнять немощных друзья дорогие это соблазн говорит наше вседозволенное поведение вот как мы ведем себя как-то мы пережили такой момент сестра недавно уверовавшая это просто братья и сестры мы были участники большого разбора сидела в автобусе ехал автобус и на остановке заходят два мужчины один из них наш брат она знала он проповедник он сильно проповедовал она только уверовала церковь большая он ее не знал и он так прошел подходит там знаете где билеты были отрывает так длинный и давай ну-ка давайте подходите платите и давай продавать билеты хотя там был кассир шофер это должен делать каждый пассажир но он вел себя так как будто он пьяный и сестра настолько была убеждена что он пьяный она трепестала она на остановке сошла побежала к другому брату говорит вот так и так вот брат пьяный был ну говорит мы братья сестры это соблазн после разбирались там господь явил силу показал действие свое но это был соблазн брат вел себя недостойно и когда он сказал я не был пьяный пресвитер сказал ему может быть ты не был пьяный но ты вел себя как пьяный и ты стал средством соблазна для немощных поэтому братья сестры мы заходим в магазин здесь тоже такой проблемы нет а вспомните так как мы пытались вне очереди проскочить там длинные очереди кто-то там знакомый да и раз туда кто-то кричит куда ты лезешь мы это все испытали мы должны братья сестры в этом месте а на автобусе когда мы сидим восседаем и зашла старая бабушка или дедушка или с ребенком а я уткнулся в газету так и надоело вставать пусть стоят братья сестры это наше поведение мы становимся средством соблазна я невольно вспоминаю уже был то время пресвитером у нас одна хористка очень хорошая сестра красиво пела она попала в больницу и мне братья говорят надо ее посетить я говорю хорошо я собрание заеду заехал ну не так как здесь заходишь находишь комнату заходишь а там подходишь там просишь там человек вызовите мне такую то и вот она выходит когда меня она увидела а я подошел и руку тяну поприветствовать они накрашены ногти она поприветствовала потом говорит Николай Александрович мне сейчас нужно на пять минут потом я выйду я говорю так хорошо я подожду думал что-нибудь мало что больной человек я сел через время она приходит у нее ногти смыты она их смыла и вышла со мной беседовать сегодня тоже непонятно нам потому что мы красим ногти не только на руках но и на ногах и мы как-то к этому привыкли но в то время это было соблазны и когда она не ожидала пришел пресвитер я ей слова не сказал я не подал виду что я заметил это не подал братья и сестры это все соблазн я хочу сказать друзья дорогие как мы одеваемся сегодня мы живем среди этого мира когда мир развратился когда мир демонстрирует себя демонстрирует распутство свое и мы порой подходим к этому я хочу обратить внимание я вам расскажу один пример с которым я столкнулся это подлинно что такое соблазн у нас там было в нашем объединении 47 церквей и мне приходилось их постоянно посещать в одной церкви где было где-то человек может 50 60 70 мы переселили туда молодую семью муж с женой уже и ребенок у них был и брат там нес служение ответственного служителя я хочу сказать очень хорошо не он он быстро он такой трудолюбивый был он навел порядок в молитвенном доме кругом убрал поштукатурил ну мы радовались и церковь довольна и вдруг неожиданно мне передает брат собрался уезжать ему надо искать замену я на машину туда приезжаю что с тобой куда ты собрался в германию решил уехать ну ты же русский ну жена у меня немка ну что тебе на служение нет нет я буду поехать я думаю наверное жена приглашая ее говорит ты чего тянешь его да нет Николай Александрович не знаю что он надумал я согласно трудиться и снова к нему он долго запирался потом идем в другую комнату зашли закрыл на ключ и говорит Николай Александрович я открываю тебе душу вот я выхожу на улицу ну же люди идут смотрю женщина в короткой юбке я говорит пристраиваюсь за ней и полчаса за ней плентаюсь я не могу оторваться это говорит меня влечет я говорю надо молиться надо постно да я говорит все уже делал не помогает это моя болезнь я соблазняюсь и он тогда говорит тебе нужен такой служитель я говорю нет лучше уезжай соблаз короткая юбка я хочу сказать братья и сестры вот это место о котором я прочитал вот обратите внимание как христос говорит если кто соблазнит кого то лучше ему жернов на шею а вы можете представить практически этот вопрос вы можете это представить но христос это лучше нежели что его ожидает нежели то есть христос показал что тот кто несет соблазн его ожидает очень большое в будущем христос это показал так лучше пусть одевает жернов это такая я бы сказал тяжелая касть порой читаешь в средневековье так делали привязали камень и топили и человек там барахтался пока жизнь не кончалась друзья мои это соблазн что ожидает соблазнителей горе миру собла от соблазнов ибо надобно прийти соблазнов но горе тому человеку через которого соблазн приходит вот братья сестры когда мы дальше там открываем марка 9 глава дали трудно постижимый совет христа он там говорит если тебя рука твоя соблазняет ну как соблазняет ты идешь мимо чужого дома а там такие персики висят а твоя рука оглянулась и чужому перь рука соблазняет уворовать я оглянулся никто не видит отсеки ее это христос говорит если глаз твой соблазн ой как братья сестры сколько глаза наши соблазняются как они кругом так и смотрят и как они блистают когда что-то нас касается вырви его братья сестры это мы все калеки будем христос просто показал как это неприятно как это страшно когда мы становимся предметом соблазна предметом ради пищи не разрушай дело божие все чисто но худо человеку который ест на соблазн соблазн я помню братья сестры чтобы нам это понятно было ест нам пришлось порой приходилось хоронить верующих наших бабушек дедушек они верующие а дети их не верующие и вот когда проходили похороны мы все совершали по нашему обычаю как христиане проповедовали пели а потом вот эти дети они приглашали на обед но они не верующие не верующие в одном месте они поставили водку и пресс-фитер встал и сказал друзья дорогие мы сейчас уйдем все или вы уберете это или мы уйдем братья сестры что они не убрали пресс-фитер вышел и за ним все ушли бывает так что это люди православное направление они ставят такой котелок кути воспоминания мертвого это православный обычай и у братьев стал вопрос как быть ну хорошо там кашу покушали борщ там лапшу а как с этим тогда братья приняли решение они просто молились над этой кашей как пищей говорили мы молимся мы не поминаем мертвых но мы принимаем кашу чтобы пищи не соблазнить немощного вот братья так подходили я хочу обратить дальше настоятельный совет лучше не есть мясо не пить вина и не делать ничего такого от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает я хочу обратить на это внимание вот мы живем в это последнее время когда братья сестры соблазн течет рекой и надо сказать это перехлевается в церковь мы вращаемся на работе на наши молодые колледжах они тоже там это воспринимают порой я знаю там у нас было где-то пришли с запада такие футболки с такими надписями и наши братья понацепили их они же там не знают что там написано там не по-русски написано а кто-то прочитал так что делал эту футболку ты знаешь что там написано откуда я знаю ну вот делай все там же написано к антихристу мы братья сестры можем соблазнять этого поэтому написано что мы одевались как прилично святым братья сестры я вот рассказал пример за короткую юбку а кто-то а какая она братья сестры нам библия очень конкретно об этом говорит библия нам ясно и четко говорит какая у нас будет одежда об обратите внимание книга исход двадцать восьмая глава повеление господа для сделать для священ и сделай им нижнее платье льняное слушайте внимание для прикрытия телесной ноготы запомните слово ноготы от чресел до голени чтобы мы знали где начинается ногота ногота голени до колена от колена выше это чресло если мы носим одежду выше колен мы открываем ноготу я убежден братья сестры в мире это делают специально чтобы прельщать наши братья сестры порой это сестры порой это делают по моде так сегодня не принято я уверяю вас когда вы идете практически каждый мужчина посмотрит не на вашу голову а на ваши ноги выше колен это соблазн и мы становимся предметом соблазна я обращаю на это внимание кому то конечно это не понравится мы настолько привыкли мы живем в такой культуре и мы к этому привыкну так слово божие говорит не будьте соблазном я хочу подойти сейчас к концу как христианам бороться с соблазном кто любит брата своего тот находится во свете и нет в нем соблазна нет кто любит брата он старается так себя вести так говорить так поступать так одеваться чтобы не быть предметом соблазна посмотрите ангелу феатирской церкви напиши имею немного против тебя потому что ты попускаешь жене из-за вели называющей себя пророчицей учить и вводить заблуждение детей моих любодействовать и есть идола жертвенные обратите внимание это был случай у первых христиан в церкви феатирской братья и сестры там появилась видите ли пророчица которая стала говорить вне Евангелии не по слову Божьему и обратите внимание руководители церкви смогут ну это ж пророчица это ж пророчица попускаешь допускаешь ты делаешь это ты способствуешь соблазну феатирской церкви тебе надо покаяться братья и сестры а потом Господь там выносит вот этой пророчице свое наказание поэтому сегодня мы должны стоять попустительство в масштабе личности семьи церкви открывая двери для прописки соблазнов вот семья вот смотрю одна семья там другая третья сидит когда они сюда семья выходит приятно смотреть а сегодня утром сидел а там смотрю зашла сестра а с ней по бокам четверо детей они так я просто говорю хорошо молодец братья и сестры это приятно вот я но когда в семью в семью плетается соблазн когда отец приходит с работы а это пятница у нас собрание он говорит знаете что дети сегодня на собрание не пойдем будем дома уборку делать к примеру я это испытал в своей жизни братья и сестры у нас большая семья была но мы положили не одно собрание среда суббота воскресенье мы ничего не делаем порой надо делать порой горит все братья и сестры мы можем допускать соблазнов сами родители в свою семью и дети привыкают почему сегодня люди не идут на собрание я понимаю что это пример подали родители да что там делать да воскресенье отдыхать надо братья и сестры это соблазн мы соблазняем своих детей и дети вырастают где наша молодежь вот столько молодежи они тоже где-то находятся а где они находятся это большой вопросительный знак поэтому я хочу положить сегодня на сердце чтобы мы наблюдали за собою и последнее братья и сестры конец тех кто соблазняет посмотрите тринадцатая глава евангелия от мотфея там есть такая притча о плевелах и вот сорокового стиха тринадцатой главы христос говорит посему как собирают плевелы и огнем сжигают слушайте так будет при кончине века сего пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную там будет плач и скрежет зубов почему-то угодно было Духу Святому записать эти слова Иисуса Христа соберут все соблазны вот братья и сестры ангелы а как они узнают на земле несколько миллиардов человек как они узнают это очень просто у Господа все на счету пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его и чтущих имя его пишется я хочу обратить внимание братья и сестры мы часто списываем свои вот такие поступки ну на незначительность ну подумаешь короткая юбка подумаешь декольте подумаешь там надпись какая-то на футболке это мелочь я хочу привести пример всем вам известный когда в Израиле случилось что не было воды они знали что делать они бегут к Моисею пить нам нечего воды нет Моисей знал что делать он уже несколько раз ходил со своим жезлом он бил по реке в Египте там он махал жезлом и казни египетские были он несколько раз выводил таким путем воду и вдруг Господь он бежит Господу они побьют меня камнями воды нет и Господь говорит иди к этой скале и скажи этой скале чтобы она дала воду это обратите внимание всегда Господь говорит у тебя жезл в руках удар жезлом а теперь скажи скале Моисей или не подумал или его не доверил настолько доверился своему жезлу это как чудодейственный жезл и он подходит раз ударил нет второй раз и написано потекла вода вот если б не Господь там был а мы бы с вами и кто-то обстоял и сказал а что Моисей два раза ударил я бы сказал ну что тут такого вода же потекла и ладно что вам надо чего вы привязались к Моисею вода побежала все хорошо мелочь а Господь сказал вы не войдете в обитованную землю я вот последний месяц прочитываю вот эти книги пятикны ниже и что характерно Господь несколько раз обращается к Моисею когда уже Арон умер потом к Моисею не войдешь и когда уже он подошли они помните к Мавитскую землю там стояли перед Иорданом должны были туда заходить в обитованную землю Господь говорит зайди на гору Нева я тебе покажу всю землю и когда Моисей зашел и посмотрел простор братья и сестры красота мне с Израиля привезли такую картину долина где будет битва Армагеддон я даже на картине смотрю какая красота и когда Моисей это все увидел и Господь говорит ты туда не войдешь ты не явил святости моей здесь умри у Господа не бывает мелочи его слово твердо и соблазн вот почему так написано лучше жернов на шее братья и сестры я хочу этим сказать мы настолько должны быть поступайте осторожно не как неразумные но как мудрые потому что дни лукавы вот Господь нас призывает пусть и эта сторона нашей жизни где мы живем где мы ходим в магазине ли на работе в колледжи или в среди народа Божия братья и сестры не давайте соблазна ни иудеям ни еленам ни церкви Божией пусть нас Господь благословит в этом аминь